Артур Алехин Обновление Привет. Привет себе прошлому или себе настоящему. Честно говоря, не знаю, как начать и что говорить. Врач сказал, это обязательно нужно сделать. Оставил меня в комнате перед видеокамерой, перед вот этой самой, у потолка. Предложил спокойно лечь, расслабиться, подумать и что-нибудь записать. Для меня подобное впервые, поэтому понадобилось двадцать минут, чтобы собраться с мыслями. Мне больше нравится просто лежать здесь. Очень удобный диван. Доктор заверил, что мне никто не будет мешать, и я могу находиться тут несколько часов подряд. Так что потом я ещё и вздремну перед процедурой. Сильно устал в последнее время. В последние годы. Наверное, поэтому и оказался здесь. Запись требуется для юридических нужд. Вроде, чтобы потом я смог сам себе передать информацию, открыть какую-нибудь тайну. А то я ведь могу забыть что-то. Вдруг какой-нибудь пин-код от сейфа или номер счёта в банке привязан к элементу, который будет стёрт. Но лично у меня ничего такого нет. Во всяком случае, я не знаю, какую информацию нужно зафиксировать. Вероятно, узнаю об этом потом. А может быть, мне ничего от себя прежнего и не понадобится, как, например, случилось у моего друга, во всяком случае, пока. Он, кстати, и был последним штрихом в моём решении. Я долго сомневался. Всё-таки вырезать у себя что-то или стереть? Я всегда скептически относился ко всяким вмешательствам в тело. Искусственная грудь, губы, приём препаратов в тренажёрных залах. Всё это вызывает какой-то диссонанс. Вроде красиво, вроде эстетично. Наверное, и последствий никаких. Но что-то не то. Как будто неживое. Ненастоящее. А хочется именно живого и настоящего. Одно дело вставить имплантат зуба или пластическая операция какого-нибудь явного дефекта на лице. Это имеет практическое основание. Но просто так. А сам я, получается, и пришёл. Просто так. Я видел уже много людей, которые забывали смерть близких. Женщин, забывших, как над ними когда-то надругались. В конце концов, бывших преступников, которые искренне встали на путь исправления и решили забыть своё прошлое. Наверное, как и пластическая хирургия создавалась для людей с явными физическими дефектами, так же и стирание разрабатывалось для людей, которые пережили реальный, настоящий стресс. А потом всё пошло на конвейер. В этом, конечно, ничего плохого нет. Просто мне как-то неловко перед самим собой, что я сам стал частью этого тренда. Другой вопрос — а почему нет? Что в этом плохого? Вот, к примеру, мой друг, о котором я уже упомянул. Чтобы вы понимали, последние несколько лет он становился всё мрачнее и мрачнее. Мы с ним практически всю жизнь знакомы. С первого класса. И если описать его кратко, с шести до сорока лет, как лично я его видел, то это самый настоящий цветок. Растёт, растёт, распускается, цветёт, пахнет, а потом немножечко преклоняется к земле, ниже и ниже, начинает вянуть, частички его осыпаются и сохнут. И, наконец, он сам полностью валяется на земле. Некрасивый и ничем не привлекательный. Незаметный. Вялый. Несчастный. Особенно это было заметно в последний год. Мы стали редко видеться. Он всё время находился в своих мыслях. Что-то обсуждал сам с собой. Постоянно о чём-то думал. Причём, очевидно, о чём-то неприятном. А когда всё-таки случалось встречаться, и он улыбался, то всё равно за его улыбкой явно прослеживалась печаль. А три недели назад я пришёл к нему. Прошло несколько дней после стирания, и я снова увидел цветок. Мой друг улыбался. Он был рад мне. Он по-настоящему радовался. «Привет, проходи», — радостно пригласил он. «Я как раз пеку булочки. Пошли кофейку попьём». Некоторое время я не спрашивал его о прошлом, только о делах, о настроении, о планах. Он же отвечал с большим энтузиазмом. Поверьте мне, у него действительно не было никаких переживаний. Я пошёл глубже. Подумал, может быть, есть какие-то побочные эффекты. Стал расспрашивать его о датах рождения, именах, вспоминать какие-то детские истории, в которых мы вместе участвовали. Он всё помнил. Ровно как и я. «Но ты же помнишь, что тебе частично стёрли память?» Не выдержав, задал я прямой вопрос. Он сначала задумался, затем радостно ответил. «А, ты имеешь в виду стирание? Нет, это выглядит иначе. Это всё слухи. На самом деле просто проводится сеанс психотерапии». «Вообще-то память стирают действительно?» Настороженно продолжил я. «Эта информация открытая?» «Слушай, ну ты же не веришь в эту чушь. Я же прошёл этот самый процесс. Я тебе заверяю. Никто ничего не стирает. С тобой просто общается врач, не более того». Он снова улыбнулся, будто я говорил какую-то откровенную чушь. «А ты помнишь, как в семнадцать лет ты подрался с парнем из соседнего дома? Ты победил в драке, а потом просто стал глумиться над ним. Гормоны зашкаливали. И ты наслаждался победой. Бил его беззащитного головой об асфальт. В итоге у него испортилось зрение. Сейчас он уже ходит в очках. Тебя всегда беспокоило это». Он серьёзно посмотрел на меня, выдержал недолгую паузу, а затем залился смехом. «Ты что, дурак, что ли? Где я и где человек, который в семнадцать лет будет кого-то бить головой об асфальт? Ты меня точно с каким-то отморозком перепутал?» «А знаете, что интересно?» «Это действительно было. Я лично стоял с ним рядом и кричал ему, чтобы он прекратил. Он помнит всё до мельчайших подробностей, но не помнит тех событий, которые оставили раны в его душе. Гениально ведь! Согласитесь? Через три недели я, наконец, тоже пришёл сюда. Тяжело стало жить. Врач, кстати, всё мне объяснил. То, что вся процедура – это просто сеанс психотерапии, так думают все, кто прошёл через это. Ложное воспоминание, которое формируют у человека. Дело в том, что саму процедуру стирания человек действительно не помнит, он же в наркозе. А когда он отходит, ему говорят, что он просто уснул, и сейчас пора проводить сеанс. Затем действительно происходит общение с психотерапевтом, но человек к тому времени уже стёрт. Его уже ничего не беспокоит. У него уже спокойно и мирно на душе. Но он помнит, как добровольно пришёл. «Видимо, была проблема», – думает он. «А после сеанса её нет». Это делается для того, чтобы никаких зацепок за прошлое не осталось. Как разъяснил врач, многие проблемы с психикой, многие проблемы в жизни, депрессии, плохое настроение и прочие негативные атрибуты повседневной жизни – это негативный опыт, который, в свою очередь, рождает такие переживания, как стыд, страх, опасения, унижения, раскаяния и т.п. Люди копят негативный опыт, и все переживания с каждым годом тоже копятся. Наслаиваются, как снежный ком. А наука придумала способ, как вычистить всё это из головы. Вы только представьте, насколько свежим и чистым становится человек. «Вот ваш друг», – сказал мне врач. «По его вине человек остался не слепым, но плохо видящим. В семнадцать лет ему было всё равно. В нём играли гормоны, максимализм, бравада от своей силы. Ему было плевать. Для него это равно, что веточку у кустика сломать. А потом он стал взрослее. Мозг его сформировался. Он стал осознавать последствия своих действий. Он стал умнее, опытнее, может быть, даже мудрее. И в какой-то момент осознал, человек всю жизнь ходит в очках по его вине. Если бы не он, у человека не было бы изъяна. И это необратимо. Ничего нельзя с этим сделать. Представляете, каково ему это осознавать. Он, как и любой другой человек, вынужден принять это и жить с этим. Никакие извинения спустя годы не помогут. Никакие деньги не вернут зрение человеку. Более того, если бы и было возможно, у него, вероятно, нет таких больших денег на дорогостоящую операцию. Понимаете? У него путь только в одну сторону. Свершившееся событие, у которого нет хода назад. Он вынужден смириться с этим, стараться не замечать. Но этот факт постоянно его пожирает. Медленно и монотонно. А сколько ошибок еще он совершил? Сколько еще причинил людям вреда или, может быть, обидел? Каково ему с этим жить? А теперь представьте, он все это забывает. Ничего такого не происходило в его жизни. Ему не за что просить прощения. Не в чем больше раскаиваться. Он ни в чем серьезном не виноват. Это же совсем другой человек. Очищенный, чистый, легкий. Соблазнительно, не правда ли? Я спросил врача, а как же быть с опытом? Ведь если человек не сделает что-то плохое, если потом не раскается в этом, не ощутит в полной мере чувство вины, то как он поймет, что его поступок плохой? Это ведь и есть опыт. Нет, совершенно не так, ответил врач. Поймите, чаще всего вопиющие ошибки совершаются молодыми людьми не только потому, что у них нет опыта, а потому что их сознание, мозг, нервная система, в конце концов разум, находятся в несозревшем состоянии. Неужели вы думаете, что если бы ваш друг не избил того парня в семнадцать лет, то он мог бы совершить этот же поступок в сорок, только потому, что не знает, каково это быть причиной частичной слепоты другого человека. Ваш друг просто был подростком, потом юношей, потом молодым человеком. Он развивался. Те поступки, которые он совершал тогда, в какой-то момент стали ему чуждыми. Только потому, что мозг его развился. Он увидел достаточно мира вокруг себя, он увидел разных людей, понял, что такое хорошо и плохо, многое переосмыслил. По сути, если предположить, что ваш друг появился бы на свет в нынешнем состоянии, сразу взрослый, такой, какой он есть, с теми же навыками, знаниями и умениями, только без чёрного следа в своей личной истории, он не стал бы делать тех ошибок, которые совершал в молодости. Поверьте, как бы там ни было, а поведение человека до определённого уровня диктует природа, инстинкты и незрелость. Лично для меня прозвучало довольно убедительно, вот я и согласился. Немного неприятно, конечно. Уже завтра я не буду помнить часть своей жизни. Пусть маленькие фрагменты, пусть незначительные, фрагменты, которые вообще не имеют никаких серьёзных последствий. Кому-то нагрубил, с кем-то вёл себя цинично, где-то проявил неэтичность. Мелочи, за которые мне стыдно, неловко, неприятно. И они мне мешают, давят на меня, заставляют чувствовать себя виноватым, не дают спокойно жить. Я не хочу осознавать, что это было частью меня сегодняшнего. Завтра этих воспоминаний не будет, а я буду. Такой же, как и был, только обновлённый, очищенный, немного подстёртый. Но ведь я всё равно останусь самим собой. Или всё-таки нет?